Всем привет, с вами Алина, и сегодня будет немножко другое видео, не такое как всегда. Но и начинаю я это видео тоже не так, как обычно. Как вы знаете, последние видео на моем канале были исключительно про беженство в Ирландию, про расселение, про проблемы с жильем, про выплаты, пособия и так далее. Ну а сегодня я решила разбавить контент более легким видео, но при этом оно будет тоже очень полезным и, как всегда, информативным. Я знаю, что очень многим из вас было интересно узнать именно про цены на одежду в Ирландии. Первое, что вы должны знать, что это видео я снимала для вас на протяжении месяца. Да, вам не послышалось. Вначале, когда мы сюда прилетели, в магазинах был ассортимент только из летних вещей, а сейчас же уже зависли теплые и осенние вещи. Поэтому я вам покажу цены на те и те, и вы, как всегда, сможете сравнить, понять, посмотреть что да как, и какие вещи нужно обязательно здесь купить первым делом. Сейчас я вам расскажу небольшую предысторию с моим штативом. Ну, или уже не моим. Пару недель назад я таки решилась пойти на поиски штатива, чтобы мне было удобнее снимать для вас видео. Кстати, в этом ролике я вам показывала, как я снимаю сейчас свои видео без никакого оборудования. Конечно, это возможно, и для начала это и есть норма, тем более, если учесть то, где и в каких условиях я сейчас снимаю. Но в этом, к сожалению, есть свои неудобства, и, понятное дело, вечно я бы так свои видео не снимала, поэтому я уже все-таки решилась пойти и поискать штатив. Штатив я-то нашла, он вроде бы мне понравился, был такой, как я хотела, и цена, в принципе, была нормальная. Вот как он выглядел. Это гибкий штатив, и он очень удобный для съемки именно на улице. Ну, и мне бы не пришлось возле стула цеплять телефон постоянно. И вот когда я этот штатив здесь увидела, наконец, я думаю, все, 100% надо брать. Стоил он 10 евро, я его купила, мне дали чек, и пошла я уже обратно домой снимать для вас видео. Но как только я начала с ним снимать, он просто тут же сломался. Просто разломался на части. Что же было дальше, смогла я его вернуть или нет, я вам расскажу чуть-чуть попозже, а сейчас у меня для вас есть небольшая просьба. Перед началом этого видео я бы хотела попросить вас подписаться на мой канал, потому что веду активно YouTube я пока что только 3 недели, и мне очень сильно нужна ваша поддержка на моем начальном этапе. Я действительно очень стараюсь делать для вас контент максимально разнообразным, полезным и информативным. Не таким, как у других, которые тоже снимают видео про Ирландию. Таким, чтобы в первую очередь вам было интересно смотреть мои видео. Я одновременно делаю контент полезным для вас, но при этом стараюсь себе показывать настоящую здесь и сейчас. И это для меня очень важно. Поэтому, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк и просто будете здесь активными, мне будет безумно приятно и дальше делать для вас видео. Если вы уже подписались, тогда я предлагаю наконец начинать. Когда мы жили на стадионе в Дублине, мы каждый день хотели гулять, и в один из дней мы решили пойти в один из самых популярных среди местных торговый центр. Ну и, понятное дело, я не могла не снять вам оттуда видео. Наш поход в торговый центр был примерно 27 или 28 июля, я точно не помню. Поэтому сильно не удивляйтесь, если вы там увидите только летние вещи. Но эту проблему я тоже уладила, и чуть позже вы сами все поймете и увидите. И вот мы наконец уже идем в торговый центр. Он находится прямо в центре Дублина, и людей там было очень много. Сейчас мы уже к нему подходим, и вы его, в принципе, уже можете увидеть. Сам торговый центр очень большой, и магазинов в нем тоже очень много. От слова совсем, как вы видите. И сейчас мы уже идем в первый магазин. У меня одна из целей в Ирландии, это купить книгу на английском языке. Я надеюсь, что я ее найду. Помимо книг, в этом магазине также очень много канцелярии. Еще очень много разных подарочных упаковок и открыток. Отдельно в магазине есть детский отдел. Если смотреть на книги, то можно заметить, что они все поделены на разные блоки. Есть книги, где только для тинейджеров. Есть боевики, есть детективы, драмы, классическая литература и многое другое. Ну а мы пока идем в следующий магазин. В магазине несколько этажей есть отдельный для детей, с одеждой и с продуктами. В принципе, в этом магазине есть абсолютно все. Начиная от косметики, заканчивая дождевиками, зонтиками и одеждой. Зонтики здесь нужно иметь обязательно. Это моя вам рекомендация. Стоимость от 10 до 15 евро. Также в Ирландии я вам настоятельно рекомендую обзавестись дождевиками. У меня, кстати, такой тоже есть. Сейчас мы будем подниматься на второй этаж и посмотрим, что там. На втором этаже оказался отдел, который полностью посвящен бытовым вещам, если можно так сказать. Здесь тоже можно найти абсолютно все. Ну а эта вещь, мне кажется, есть просто у каждого ирландца. Я здесь даже нашла кольцевую лампу, но моя, к сожалению, осталась в Украине. По поводу чемоданов. Этот стоит 75 евро. Но я вам скажу по секрету, что свой я нашла за 55 евро. И он в разы больше, чем этот. Внизу также есть продуктовый магазин, но на эту тему у меня есть отдельный ролик на канале. Через дорогу от торгового центра есть также большой парк, но в нем так-то было безумно много людей. Ну, в принципе, это понятно, потому что это центр Дублина. Так как на момент, когда мы уже были в торговом центре, я тогда не особо понимала, как правильно нужно снимать видео на YouTube, писать сценарии и план. Поэтому сейчас я снова иду в магазин одежды. Только уже, конечно же, не в тот торговый центр, а в DUNES этот магазин тоже был в том торговом центре, поэтому ассортимент будет одинаковый. Почему сейчас я решила снова пойти в магазин? Чтобы показать вам ассортимент и цены уже на теплую и осеннюю одежду в Ирландии. Субтитры сделал DUNES Субтитры сделал DUNES Субтитры сделал DUNES Итак, магазины в Ирландии вы уже посмотрели и, может быть, некоторые из вас даже сделали для себя какие-то выводы. А сейчас я вам хочу показать и рассказать про свой, можно сказать, топ магазинов, где есть, в принципе, все, что нужно для жизни и по очень приемлемым ценам. Понятное дело, сейчас у нас у всех здесь бюджет ограниченный, но какие-то вещи купить нужно. Например, такие как ветровки, дождевики, зонтики. Это то, что нужно здесь иметь обязательно, а особенно осенью. А осень уже близко. Лично я для себя выделила два основных, это DUNES и PRIMARK. Вы их сегодня видели в моих видео, там вы, в принципе, найдете и одежду, и бытовые вещи для жизни. В общем, все, что вам пригодится и по очень приятным ценам. Чем же закончилась моя история со штативом? Я решила вернуться в магазин и просто пойти попробовать его сдать обратно. Но проблема была в том, что я просто потеряла чек. Скорее всего, я его выбросила. Лучше так не делайте. И из-за этого я очень боялась, что у меня не получится его вернуть, но попробовать я просто должна была. У нас в Украине, конечно же, я бы без чека вряд ли смогла вернуть, поэтому у меня были очень большие сомнения на этот счет. И сейчас я вам покажу, как я его ушла возвращать. Я сдала штатив. Он вообще чек не попросил. Такой, типа, окей, it's ok. Я, типа, могу его вернуть? Он такой просто молжал в 10-е, и все. Посмеялся там. Все. Аж легче стало. Штатив мне вернули вообще без лишних вопросов, и, честно скажу, такого я вообще не ожидала. Конечно, маленькая надежда на то, что мне все-таки вернуть штатив у меня была, но что это будет так просто и быстро, я вообще не думала. И то, что у меня с собой не было чека, это вообще оказалось не проблемой, у меня его даже не спросили, и, наверное, про него бы даже не вспомнили, если бы я сама про него не спросила. Но все равно на будущее лучше чеки сохранять, не так, как я, потому что, я не знаю, может быть, это была такая единоразовая акция, и мне просто могло повезти. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я вам хочу еще кое-что сказать, что наша история с письмом уже сдвинулась с мертвой точки. Ох, и мне опять очень много есть, что вам рассказать. Я 100% уверена, что мой опыт будет кому-то полезен. Если вам понравилось это видео, и вы хотите узнать продолжение нашей истории с письмом и выплатами, то просто подпишитесь на канал, поставьте лайк и дайте мне об этом знать в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр, ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Тут явно я снимать не буду. Обязательно беру. Спасибо. В субботу днем лучше видео не снимать. Почему? Потому что везде очень много людей. Интересно, за сколько я буду это все снимать? Еще уйти эти улыбки. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!